Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! У нас сегодня печной обзор на такую замечательную печь. Немного поговорим о чугуне, о кавитации, но прежде всего о названии Искандер-18. Почему Искандер? Все очень просто. Наверное, вы знаете, что в компании Технолит есть Александр Крылов, а Александр переводится на тюркский как Искандер-повелитель мира. Да, вот в честь Саши и назвали вот эту замечательную печь, изготовленную из чугуна. Искандер-18. Печь представлена в максимальной комплектации. Сразу о цене, если вы выбираете себе печь в пределах 40-50 тысяч рублей. Смотрим на эту печь, смотрим на этот печной обзор от меня. Поехали! Значит, прежде всего давайте сразу по ТТХ. Кому это интересно, прямо на ваших глазах. 55 сантиметров общий габарит. Внутренний габарит самой печи. Составляет 36 сантиметров. Высота у нас идет 65 сантиметров. Что интересно, и обращайте на это обязательном случае внимания, на отступ от дымохода до дверцы. Здесь он составляет, сейчас я вам точно скажу, порядка 33 сантиметров. Почему я об этом говорю? Потому что противопожарные разделки это то, из-за чего горят бани. Ну, по ТТХ мы с вами проговорили. А теперь давайте разбираться, что это запечено, что она способна. Искандер-18. 140 килограмм чугуна. 115-й патрубок дымохода. Количество камней в сетке вот здесь 200 килограмм. Если вы перемножите это на цену выжидает, это будет очень дорого. Поэтому выбирайте недорогой камень сюда. Температуры не очень большие. Чугун хорошо распределяет тепло. Ну, а теперь давайте поговорим о чугуне. Здесь использован различный сплав чугуна. Здесь хромистый чугун. То есть он имеет маркировку ЧХ. То есть здесь там разные цифры могут быть. 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, это означает, какое количество хрома находится в этой банной печи. И я в начале ролика упомянул о таком физическом явлении, как кавитация. О нем мы поговорим. И очень хорошо поговорим на примере этой печи, когда доберемся до закрытой каменьки. Значит, что еще, на что обратить внимание. Как я уже говорил, это максимальная комплектация. Эти печи идут исключительно в сетках. В комплектацию не входит дымоход. То есть это идет дополнительной опцией. И, естественно, Технолит не мог не позаботиться о своих любимых покупателей. То есть удлинитель топочного туннеля есть в наличии. Можете его проводить через любые стены. Печь рассчитана на кубатуру 18 кубов. Вы знаете, я думаю, что 18 кубов это предельная, наверное, кубатура. И вот 14-12, наверное, кубов для этой печи будет самый раз. Чугун, так как имеет большую теплоемкость, да, и хорошо проводит тепло, обратите на это внимание, то все равно чудес физики не бывает. Прогревать такую печь, это не 30 минут. В любом случае, для того, чтобы прогрели стены, прогрелись камешки, прогрелась внутренняя каменька, несмотря на то, что там внутри шипы, все равно у вас уйдет полтора-три часа. Обращаю на это внимание, но одна из других оборотных сторон медали, это то, что чугун, еще раз, хорошо распределяет тепло, то есть инфракрасное излучение от чугуна очень-очень мягкое и очень приятное. Ну, а теперь погнали разбираться, как же она устроена. Прежде всего, мы снимаем сеточку. Сеточка изготовлена от обычной углеродистой сетки, так называемой просечки. Ничего здесь любопытного и интересного нет. Я думаю, что те люди, которые смотрят канал Технолита, который ведет Александр Крылов, Искандер Крылов, уже знают этот дизайн. Идем дальше. Дверка в закрытую каменку, две паровые пушки. Значит, момент. Неудобно, сразу скажу, открывать, поддавать и закрывать крышкой каменку. Ну, реально, она здесь крутится-вертится. То есть, можно, конечно же, сделать вот такой фокус, закрутить максимально. Открыли, закрыли. Но, мне кажется, это не совсем удобно, поэтому наиболее оптимальный вариант это приоткрыть, приоткрыть, да, и оставить так, и пользоваться исключительно паровыми пушками. Это гораздо более удобнее. Значит, устроена она вот так, имеет небольшую толщину, буквально 5 мм. Каждый из пластин перекрывается плотно. Необходимо приложить такое усилие, чтобы полностью перекрыть, да, и закрыли. Значит, по поводу паровых пушек от Технолита, я думаю, что данный дизайн, он известен всем. Останавливаться на нем мы не будем. Убираем крышечку. Ну, давайте вот сюда положу. Кстати, кто приезжает в Технолит, широкий обзор любых печей. Можно прийти, посмотреть, на себе потестить. Дальше. Естественно, так как дымоход чугунный, он устанавливается на патрубок печи, у меня идут вот такие вот плечики, которые перекрывают дымоход. Они совершенно небольшие, легко монтируются, и без них печка реально бы не смотрелась на самом деле. Почему это сделано? Потому что, если бы их не было, и верхняя крышка была бы уложена плотно, то мы бы вот этот вот дымоход, да, то есть вот эту вот часть раструбок, отсюда бы не достали. Ну, она бы смотрелась бы на самом деле не очень красивым пятном. Значит, стартовый метр. Еще раз по 15. Спасибо большое Технолиту. Есть стрелочка. Покажем ход дыма, а не конденсатор. По 15 тоже написано. То есть, когда вы выбираете дымоход, уже не нужно задумываться о том, какого диаметра необходимо брать. Отложили дымоход в сторону. Переходим к закрытой каменке, да? Да, я думаю, что давайте-ка мы будем потихонечку разбирать и смотреть, как она устроена. Начнем, пожалуй, с паровых пушек. То есть, это стандартная модель Технолита. Нержавейка. Заливное устройство. Горловина, да? И здесь, смотрите, давайте сразу. Оба не заглушены. Нормально, но загнуты наверх. Кстати, по этому поводу, для тех, кто хочет, давайте вам сразу лайхак один выдам. Можно сюда засыпать с маркетплейса китайского нержавеечку и, соответственно, повысить теплоемкость. Много набивать не надо, потому что, понимаете, пар пойдет наружу. Все-таки это проливная, условно-провая пушка. По толщине металла, сразу смотри, это реально один сантиметр. Ну, я не думаю, что компания с таким именем будет обманывать своих потребителей. Ну и теперь мы добрались с вами до, скажем так, верха закрытой каменки. Огонь здесь греет нижнюю часть. И давайте теперь немножечко физики уношу с вами и без того не скучную жизнь. Кавитация. Что это такое? Это процесс разрушения материала под воздействием паров воды. У пары настолько большая запасенная энергия, энтальпия называется энтальпия. Если я ошибаюсь, можете поправить. То попадая, взрываясь на чугуне, она способна его постепенно разрушать. Вернее, она разрушает любой практический материал. И скажу вам сразу, что если посмотреть на чугунные печи 15-летней давности, они этим реально страдали. Потому что были растрескивания, когда вода попадала на дно закрытых каменок. Я не помню, был ли тогда Технолит или нет. Ну, не суть принципиально. Она могла вполне разорвать. Я думаю, что Технолит с этим, может быть, даже сталкивался. Продолжаем разбирать, смотреть на печь, а я вам продолжаю рассказывать про кавитацию. И для того, чтобы предотвратить этот процесс растрескивания, кстати, круглая форма самой печи не предполагает трещин. То есть, это одна из самых жестких, по сути дела, конструкций. Что они сделали? Ну, ба! Они сделали вот такую вот жароприемную плиту с классическими Технолитовскими шипами. толщиной, ребята, ну, здесь сантиметра, наверное, 3-4. То есть, как бы кавитация не старалась разрушить вот такую вот деталь весом, пожалуй, больше 25 килограмм. Я думаю, не под силу даже водяному пару с неимоверно запасенной энергией. Давайте такую маленькую ремарочку сделаем. Мелкодисперс, ну, да? В паровоздушной среде. Ок. Значит, посмотрели, как это дело все устроено, отложили и идем дальше. Смотрим на растекатель. То есть, огонь попадает в четыре отверстия, в три отверстия, прошу прощения, огибает через шипы и уходит в патрубок самой печи. Давайте достанем эту деталь. Естественно, что наибольшее напряжение испытывает именно вот эта деталь. И здесь она в верхнем, ну, наверное, килограммах в пять. И, судя по вот такому оребрению, и вот по... Давайте покажу вам прям вот по такой толщине. Здесь, если у них есть сантиметр, то только в этой части. Все остальное здесь вот эти вот ребрышки дают... Фух! Я же запарился. Два сантиметра точно. Вот такое вот пламя-одобовинечек. Ну, и, естественно, нам на самое сладкое осталось посмотреть, как печь выглядит изнутри. Обычный круг, колосниковое горение. Здесь нет подачи вторичного воздуха. Ну, а теперь о самом интересном. То, что мы оставили напоследок. Дрова. 35 сантиметров. Не 45 стандартные. Я, кстати, думаю, что среди зрителей канала есть люди, которые почитывают сайт яплакал.ру яплакал.ком и знают, что такое 45 сантиметров. Так вот, здесь не 45, а 35 сантиметров. Колосниковая решетка. Достать я ее смогу? Да, смогу. Давайте уж раз разбираем полностью, то разбираем. Она тоже усиленная. То есть, здесь в самой толщине вообще, наверное, 3,5 сантиметра. Если она когда-то и прогорит, то я думаю, что это будет через лет 10, а то и 15. Потихонечко разбирая печь, мы добрались до самого интересного, до толщины камня. Если посмотреть на толщину стенок, вы знаете, здесь даже больше сантиметра, тут, наверное, полтора сантиметра это точно есть. В принципе, все ТТХ есть на сайте, но это я так как бы на обзоре говорю. Дополнительно три ребра жесткости, которые снимают излишнее напряжение с чугуна. Что еще здесь интересного? Да, пожалуй, наверное, все. Можно переходить к самому главному, то, что любят женщины, красоте, которая вас ждет с передней части этой печи. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Название Искандер. Стандартная чугунная дверца. Здесь нет подачи воздуха вверх. Здесь есть хорошо регулируемая подача воздуха. Так, давайте сразу постепеним. Насколько я помню, 23 сантиметра. О, вот такой вот, 33 сантиметра. Огонь будет хорошо виден. Это даже не обсуждаемо. Смотрите, нюанс здесь. Шнур идет не на двери, как это обычно принято. А здесь паз и шнур приклеим непосредственно к лицевой части самого портала. Дверь неперенавешиваемая, рамочка, стеклышко, но это не стекло, на самом деле, это прозрачная керамика. Закрывается, открывается все ок. Ну и тут для зольного ящика, который я предварительно отсюда изъял, чтобы показать вам лицевую эту часть. Вот такой вот небольшой обозор, очень быстрый, на хорошую печь. Искандер 18, 40-50 тысяч рублей, до 18 кубов, чугун, технолит. Ссылочка будет на эту печь под этим видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и легкого вам пара. Редактор субтитров